С нами на связи Алексей Лазаренко, вице-президент всеукраинской фундации защита прав детей, кандидат педагогических наук. Алексей, здравствуйте, я рад вас приветствовать в эфире телеканала Freedom. Здравствуйте, здравствуйте. Вы знаете, я родом из временно неподконтрольной территории Украины, город Алчевск, Луганской области. Естественно, слежу за тем, что происходит в родном мне городе. И местные так называемые власти, оккупационные власти, правильно их так называют, периодически отчитываются о том, как местных детей отправляют на оздоровление на территорию Российской Федерации. Почему-то не сообщают, а возвращаются ли дети обратно домой, к семье, но, собственно, тем не менее. Россия таким образом пытается показать, наверное, и гражданам Российской Федерации, и людям, проживающих на временно неподконтрольных территориях Украины, о том, что все это на благо самих детей. Давайте сейчас попробуем объяснить нашим зрителям, в том числе, которые проживают на территории России, почему же это не так называемое оздоровление, не обеспокоенность за жизни детей, а прямая банальная циничная депортация. Ну, видите, мы должны четко понимать, когда придет смешение или подмена понятий. Тогда, когда ведется об оздоровлении детей, это совсем другая ситуация. Тогда родители сами согласны детей оздоровить, и они их со своего согласия отправляют в оздоровительный центр какой-то или в оздоровительное учреждение. Если же родители не согласны, то это нельзя сказать, что оздоровление – это насильное разлучение родителей с детьми. Это первое. Второе. По поводу возвращения и невозвращения наших детей. Информация, естественно, может специально утаиваться, а может быть даже искажаться относительно того, где эти дети находятся. Ну, вот кадры, которые вы сейчас показываете, это вообще не оздоровительный центр. То есть это нельзя назвать оздоровительным центром. Это можно назвать местом несвободы по международным, скажем, нормам. Особенно если оттуда нельзя выйти, если дети там остаются под постоянным контролем, то это место несвободы. Это практически как исправительная колония, например. Понимаете? То есть это никак нельзя назвать оздоровительным центром. Тем более детским оздоровительным центром. С другой стороны, с другой стороны. Тут важно просто так же. На самом деле, вот то количество детей, которое озвучивается российским так называемым омбудсменом Львовой Беловой, оно близко к реальности. Есть просто разные мнения в отношении такого количества детей. К примеру, Дарья Герасимчук, это уполномоченная президента Украины по правам ребенка, в интервью украинским СМИ говорила, что, скорее всего, такое количество депортированных России украинских детей, оно нереалистично. Как вы считаете? Смотрите, я тоже считаю, что это нереалистично. Почему? Потому что здесь включаются еще элементы пропаганды. То есть статистика дело такое, когда дважды учитываются те дети, которые были на разных, например, сменах или те, которые были действительно вывезены, а которые пытались вывезти, их не дали, которые были потом возвращены, которые вернулись своим родителям. Все идет в, скажем, в обобщенном статистическом порядке, и цифры завышаются. Они завышаются специально. Они завышаются с целью пропаганды. С целью сказать, что вот на территории Украины все небезопасно. Мы пытаемся спасти детей, мы пытаемся их оздоровить и так далее. То есть я думаю, что эта цифра, ну, если не в 10 раз, то в 5-6 раз завышена. Абсолютно. Почему? Потому что, ну, мы имели статистику довоенную по количеству детей, проживающих на сейчас временно оккупированной территории. Это просто все количество детей, которое там находилось, понимаете? Поэтому... Такие заявления просто тоже Львова и Беловой, они выглядят, судя так, со стороны, если смотреть, как выстрел себе в ногу. Потому что в отношении Львова и Беловой и Путина уже есть дело в ГААГе, а тут человек заявляет о 700 тысячах детей. Пропагандистский аспект, окей, услышал вас, но сомнительно, что госпожа Львова-Белова настолько глупа, что не понимает, что подобные заявления они точно на руку ей не сыграют. Если мы говорим о будущих делах в отношении как ее, так и, собственно, президента России Владимира Путина. Понимаете, когда человек уже прижат к стенке, и когда ему уже нечего терять, в кавычках, то тогда и заявления могут быть даже провокативные, специально удерживать ту линию поведения и ту линию пропаганды, которая есть. Играя уже не только себе, стреляя не только в себе в ногу, но уже стреляя в себе в голову, понимаете? Поэтому я ничему не удивляюсь вообще в риторике, в официальной риторике, в неофициальной риторике, которая исходит оттуда из-за поребрика. Я уже вообще ни в чем не удивляюсь, когда официальные лица могут нести откровенную чушь и говорить, что это правда. Когда они рассказывают по своим каналам о том, что здесь совершаются какие-то преступления в отношении детей из Донецкой области, понимаете, из Луганской области. Это полнейшая чушь, которая на уши не налазит. И тем не менее, тем не менее, есть люди, которые, в том числе и, скажем, ваша целевая аудитория в других государствах русскоязычных, которые слушают это все, которые верят в это. Мало того, буквально вчера я имел такой разговор на одном из телеканалов, и обсуждали мы такой факт, когда украинский отец трех детей, попав в Португалию, скажем, нарушил права своих детей сам. То есть создал ситуацию небезопасную для детей, и португальские власти временно изъяли этих детей, сказав, что ты, во-первых, должен устроиться на работу, должен иметь деньги для того, чтобы содержать этих детей, а потом ты этих детей возьмешь, они сейчас вот в хорошем узлове. И этот человек, не понимая принципы дружественные к ребенку и как работает вообще ювенальная система, пошел в том числе на, как это сказать, пропагандистские российские каналы, ну и даже не российские каналы, а те, которые вот в Португалии поддерживают, скажем так, российскую риторику, да, и в результате получилось, что как бы вот даже в Европе украинских детей с ними так поступают, а вот мы в России, понимаете, мы их оздоравливаем, и мы такие хорошие. То есть даже вот такой факт был использован и сковеркан, и, скажем, с такой вот точки зрения подан, что вот мы, россияне, все делаем для того, чтобы сберечь украинских детей, а вот Европа, значит, этого не делает, понимаете? То есть настолько запущена эта пропагандистская машина, настолько это элемент той гибридной войны, которую мы имеем, и это для ООН, для Организации Объединенных Наций, для Комитета по правам ребенка Организации Объединенных Наций, это тоже очень большой вызов. И вот в сюжете прозвучало то, что не существует сейчас такой процедуры возвращения украденных или же, скажем, депортированных детей. Вот скажите, пожалуйста, нет такого прецедента, когда в Африке, например, в Африке или в какой-то стране Южной Америки, где были локальные вооруженные конфликты, куда входили миротворческие силы, таких случаев, чтобы одна из сторон вооруженного конфликта забирала этих детей, понимаете, насильно вывозила, и потом ставила ультиматум или использовала их в качестве такой разменной карты. Да, есть категория и понятие детей, вовлеченных в вооруженный конфликт, и одно из шести наихудших нарушений прав ребенка в условиях вооруженного конфликта, когда дети используются как щит, скажем, для вооруженных сил, стороны вооруженного конфликта. Так вот, такой формы, как вывести, депортировать детей, а потом ставить ультиматум и шантажировать государство тем, что «а вот мы не вернем ваших детей» или «мы будем участвовать», знаете, это как зерновое соглашение, мы будем проверять все суда, потому что под зерном перевозят оружие. То есть вот такие вот моменты, они не подлежат вообще обсуждению и вообще какой-то логике, они вообще нелогичны. Какую логику мы можем наблюдать вообще в риторике официальной и неофициальной оттуда из-за поребрика, вот оттуда. Алексей, понимаю, да, ваши эмоции. Алексей, еще один аспект. Российская Федерация цинично продолжает перевоспитывать украинских детей. В начале этого года, напомним нашим зрителям, был доклад Ельской школы общественного здравоохранения о так называемых лагерях для украинских детей. Удалось достоверно узнать о шести тысячах украинских детях, которые прошли через эти так называемые учреждения. Кроме всего прочего, представители этих так называемых лагерей по всей территории Российской Федерации, Москва, Грозный, Магадан, оккупированная территория Автономной Республики, Крым Украинской, везде происходит вот как раз то так называемое перевоспитание. И исследователи Ельского университета об этом посвятили этому достаточно огромное количество текста. По вашему мнению, какой долгосрочный эффект может иметь такое перевоспитание? Ведь Российская Федерация называет это просто, ну знаете так, момент, в котором украинские дети могут узнать больше о России, истории, политике и многих других сферах. Ну, давайте, здесь два аспекта. Первый аспект педагогический, а второй аспект все же такой политический. Относительно педагогики. Возрастная психология говорит о том, что как раз время обучения ребенка, то есть тогда, когда он готов воспринимать информацию, запоминать ее, когда формируются ценностные ориентации, когда формируется отношение ребенка, когда формируются поведенческие какие-то вот такие характеристики его. Это 7-15 лет. Так вот, что особенно пугает и какие риски есть. То есть, если к этому времени, скажем, ну, там, к 12, 13, 14 годам ребенок уже имеет представление определенное и понимает, уже очень четко осознает, в какой стране он жил, как произошло вот это вот депортирование, все, то какие бы пропагандистские приемы не применялись, поломать психологию ребенка возможно только через методы принуждения, наказания и какие-то такие вот санкции. И это очень пугает. Почему? Потому что они могут... Я не удивляюсь, если они применяются к тем детям, которые возмущаются и не соглашаются с тем, о чем говорят так называемые учителя. Что касается политического момента, ну, знаете, Украина страна с большой и долгой историей. Украина переживала такие моменты геноцида тогда, когда украинских детей забирали другие завоеватели. И так называемые янычарские отряды и янычары это было не только с Украиной и с украинскими детьми. Это было во всех порабощенных тогда Османской империей странах, но очень много было как раз украинских детей, украинских мальчиков, которых забирали, убивали родители, забирали и воспитывали в янычарском духе. То есть это было, ну, янычарство, как такое, знаете, знаковое и нарицательное явление, потом уже во многих книгах, во многих научных работах описано. Так вот, здесь тоже существует определенный риск, когда психику ребенка ломают, когда пытаются насадить абсолютно другие ценности, при этом подменяя понятия и подменяя вообще философию, скажем, служения Отечеству, защиты Отечества своего, тогда, когда из человека делают наемника. Ну, я не буду сравнивать с Вагнером и остальными ПВК, потому что это вообще несравнимо, и о них даже не хотелось бы говорить в этой передаче и по этой теме. Это отдельная тема. Но вот то, что могут, скажем, ломать психику ребенка, подменяя понятия и искривляя вообще отношения к тому государству, которое вроде бы как тебя воспитало, и ты ему теперь обязан, и ты должен его защитить, это может быть. И вот на это направлены как раз вот эти вот так называемые военные лагеря, про которые мы тут уже в сюжете слышали. Еще один аспект. Не так давно Белорусский расследовательский центр. Выяснил в своем расследовании о том, что вывозе украинских детей не только на территорию Российской Федерации, напомню, этот процесс происходит, но и на территории Республики Беларусь. Так вот, в этом участвуют родственники самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко, его средний сын Дмитрий Владимир Кулаков. Это муж родной сестры, жена, жены Дмитрия Лукашенко, Анны также. Кроме того, с детьми работают люди еще и с уголовным прошлым. Вы знаете, понимая политическую, да и в принципе ситуацию на территории Республики Беларусь, мало верится в то, что этот процесс может проходить без определенной визии самого господина Лукашенко, ну, либо же его одобрения, да и в принципе понимания. Почему тогда обычный, логичный, даже банальный вопрос господин Лукашенко и его родственники все еще не под надзором суда в ГААГе? Ну, понимаете, это риторический вопрос, скорее всего, к международному прокурору, который курирует, скажем, эти все вопросы. Это первое. Второе, что касается семейного подряда. Ну, это ни для кого не секрет, потому как в Беларуси все вышестоящие должности занимают либо родственники, либо дети нынешнего президента. Даже смешной анекдот, когда спросили, ну, Александр Григорович, доколе вы будете президентом? Он говорит, вот доколе и буду, понимаете? Вот, поэтому я ничему не удивляюсь в том, что это принцип мафии. Классический принцип мафии, когда ты доверяешь только своим близким, ты доверяешь только своей семье, и все черные, скажем, дела делаются руками вот этой вот одной семьи. Поэтому я ничему не удивляюсь в Беларуси. Я одному удивляюсь. Я удивляюсь беларускому народу, потому что до полномасштабной агрессии, до начала нашей, скажем, войны, до 2014 года я очень часто был в Беларуси, и я теперь называю их просто знакомыми. Раньше я их называл друзьями, но сейчас я их не могу назвать друзьями. Это просто знакомые, с которыми мы встречались, в том числе на конференциях по защите прав детей, по приглашению международных организаций, ЮНИСЕФ, ЮНФПА, ЮНИФЭМ. Я принимал участие в различных конференциях на территории Беларуси, в Минске, в Бресте. И мы тогда говорили, и вполне адекватные мысли звучали со стороны белорусских, так называемых коллег, педагогов, полицейских, когда мы говорили о защите прав детей. Вот единственный вопрос у меня возникает, куда делись эти все мысли, и как они на это все смотрят. То, что делает сейчас режим Лукашенко, он перечеркивает вообще все человеческие принципы, на которых вообще строится политика какого-то государства. И Беларусь просто становится страной, она и была страной-изгоем, но европейское сообщество пыталось как бы туда войти, показать. Ростки какой-то условной демократии или условной защиты прав человека в Беларуси все-таки были. Но вот сейчас, знаете, на корню, это не просто прополка грядок, это уничтожение гербицидами, я бы сказал так. То есть образно мысли об этом. То есть выжигается вообще все. И поэтому мне непонятна реакция, скажем, правозащитного сообщества и тех людей, которые каким-то образом себя приобщали к вопросам защиты прав ребенка. Единственное резюме. То есть они такие же военные преступники, я имею в виду все эти родственники Лукашенко, сам Лукашенко и все, кто это делает. Такие же военные преступники, как Путин, и это псевдозащитница прав детей в России. Алексей, безусловно, абсолютно с вами согласен. Спасибо за ваше мнение и ваш анализ. Напомню, что Алексей Лазаренко был с нами на связи, вице-президент всей Украинской фундации защиты прав детей, кандидат педагогических наук. Оперативные новости, эксклюзивные видео с линии фронта. Глубокие аналитические обзоры и только самые авторитетные спикеры. Подписывайтесь на YouTube-канал Freedom, чтобы не пропускать главного. Славно вам!